Азбест для обсуждения актуальных проблем посетили лидеры молодежных организаций, а также директор Уральского филиала Российской Академии Народного Хозяйства города Екатеринбурга Александр Александров. Все подробности в нашем сюжете. Делегация посетила Азбест в день окончания работы 8-й выставки Иннопрома. Главная цель встречи – обсуждение условий реализации молодежной политики в условиях малого города, а конкретно Азбестовского городского округа. На данный момент на уровне Азбеста и Свердловской области работает множество целевых программ для молодежи. В рамках таких программ выделяются средства на поддержку талантов среди нового поколения. В основном это победители Олимпиад и просто активные студенты вузов. Конкретно вот эта площадка – это площадка среди молодежи. Мы действительно привезли и для общения, и мы благодарим, конечно, действительно город Азбест, администрацию города Азбеста, комбинат, что предоставили такую площадку, потому что мы только начинаем вот эту работу с департаментом молодежной политики. Она будет очень важна. Задача в том, чтобы молодежь просто на своем языке поговорила и, значит, какие-то указала приоритеты, чем помочь. Что интересует молодежь? Трудоустройство, зарплата, занятость, самореализация, спорт, как получить гранты. В современном мире мнение молодежи воспринимается на равных с точкой зрения старшего поколения. Поэтому правительство Российской Федерации участвует в поддержке многих политических организаций и проектов, касающихся нового поколения. Почти все юные гости из Екатеринбурга состоят в молодежном парламенте Свердловской области и имеют свои должности и сопутствующие обязанности. Молодежный парламент действует у нас уже 6 лет. Скоро будут снова выборы. Четвертый состав уже будет. И ребята, они формируют молодежный парламент. Они являются дублирующим органом законодательного собрания Свердловской области. Красивое здание у нас в связи с театром «Драма». В их компетенцию входит тоже очень уникальный феномен для Российской Федерации. У них есть право законодательной инициативы. То есть ребята парламентарии, молодежи, они просто сидят за столом, имеют красивые корочки и могут заходить любое время в здание. Они действительно имеют право разработать свой закон, предложить его законодательному собранию. В рамках поездки было организовано два круглых стола с представителями активной молодежи Азбеста и Совета молодежи предприятия «Урал-Азбест». Присутствующие обсудили актуальные темы на сегодняшний день. Это и привлечение внимания к здоровому образу жизни, и важность участия молодого поколения в выборах, и, конечно, перспективы трудоустройства после окончания высшего учебного заведения. Лидер молодежного парламента Александр Клименко родом из Азбеста. Сейчас он студент Хозяйственной Академии в Екатеринбурге, и уже на первом курсе он активно проявляет свои организаторские способности. Моя мечта и желание, чтобы деньги текли в Азбест. У вас есть крутые мероприятия, соревнования по технике сбора каких-то, да, связанных с технологиями, информационными технологиями. Лыжные гонки, у вас есть рафтинг, тоже крутое мероприятие. Почему бы эти мероприятия не, вот опять же, по свою тему, не сделать проект и не выступить с этим проектом на получение определенных денег. То есть, вот это, на самом деле, очень крутой механизм, который можно и нужно использовать, особенно в небольших городах. На взгляд студентов, рабочей молодежи на происходящие события в жизни, я в первую очередь скажу, города Азбеста, он достаточно своеобразный. Потому что вы видите все так, как, наверное, должно быть. Вы имеете возможность в любой форме. Не всегда может быть так категорично, как старшее поколение. Может быть, не так академично, как представители бюджетной сферы. Но сказать, глядя в глаза, я знаю, всегда молодежь может. В целом, в последнее время наблюдается стремление молодых азбестовцев к здоровому образу жизни и участию в жизни города. Сейчас в Азбесте активно работает волонтерское движение, Координационный совет молодежи и многие другие организации. Юлия Глотских, Владимир Денисов, Новости АТВ.